всем привет друзья мои вы меня не потеряли у меня небольшое чп случилось телефон обновиться решил сам по себе и все и все программы у меня следили и получается несколько дней я без телефона но не только у меня была такая система был сбой программе или неправильно пошло обновление в общем не знаю что мне там высветилась какая-то таблица а я не знаю что с ней делать вот поэтому вот сейчас снимаю ролик а не знаю смогу я его выложить или нет но дочка мне по телефону там сказала куда чё как нажать в общем мы с ней по телефону понажимали и какие-то программы обновились но многие программы слетели и все я ничего не могу например у меня слетел в отца нету вот должны все восстановить но программы все слетели но по телефону мы с ним не все мы смогли настроить поэтому вот хочу сказать или не владимировне из тулы она ждет от меня ответа по поводу посылки по поводу письма заказного вот на почту я сходила письмо начальнику почты написала мне дали такой талончик я хотел вам сфотографировать его отправить но ватсап не работает и вообще все все номера слетели вот как вы получите письмо вы пожалуйста мне на ватсап напишите что вы получили тогда ваш номер высветится и в общем у нас будет опять связь так дочка посмотрела по этому коду вроде бы как письмо ваше пошло двинулась с места в общем на почте мне начальник почты сказал посмотрел там по компьютеру сказал что с нашей почты она ушло я бы но две недели уже нет сколько можно ждать так ну вот говорит пишите заявление дали мне бланка я написал заявление теперь она должна пойти в общем дочка посмотрела сказала что она куда-то там двинулась следите код я вам отправила вот поэтому как он называется ты уже забыл этот никота как-то по-другому называется в общем короче по этому номеру надо его отслеживать как он придет к вам на почту поступит так вы его получите я думаю что теперь уже должно быть побыстрее вот так что не знаю завтра они обещали приехать и попробовать все мои программы вернуть на место я смогла только вот лук снять шорсом а больше ничего у меня не снимается вот сегодня ходили в магазин у нас уже пахнет весной март начался мне значит еще спрашивают что следите за посевным календарем до 13 марта типа сеять ничего нельзя я за таким календарем не слежу и 23 февраля я замочила семена перца и баклажан 29 они у немножко проклюнулись и в общем я все посеяла 29 так сегодня 2 числа суббота я уже пасть и замочила помидоры не все только высокорослые в общем которые буду сажать в теплицу несколько там сортов я замочила не посеяла замочила вот как они несколько дней прорастут проклюнуться семена так я их посею баклажаны очень долго и плохо проклёвывались прям целую неделю лежали без движения потом единичные единичные понемножку стали проклёвываться я уже ждать не стало чтобы они все проклюнулись значит я их посеяла сейчас вам покажу какие-то уже немножечко начинает сходить единичные вот что-то в этот раз алмаз очень долго и 2 какой у меня 2 там баклажан не помнишь сейчас я посмотрю и мужик мы смеялись вчера с лёшей мужик название вот музык побыстрее проклюнулся буквально там три-четыре дня я его посеяла алмаз долго не знаю чё как будет в прошлом году алмаз тоже не очень как бы хорошо рос но посмотрим что будет в этом году вот ходила я в магазин купил капусту и морковку пишут у вас только земли а вы так мало сажаете покупаете овощи а где хранить то хранить ты негде подвалов у нас нет в квартире сегодня не сохранится поэтому кто-то пишет зачем сажаете все можно купить а кто-то пишет почему не сажаете все свое должно быть в общем хранить негде и сажаю или не сажаю это дело мое а ваше дело уже свое сажать или не сажать думать о себе а не учить меня вот но не все в основном конечно все хорошо люди все добрые отзывчивые вот желают все здоровья как и я вам а те которые немножко умничают ну я решу сама чё мне сажать чё мне не сажать сажаем чтобы поесть все свеженькое чтобы пока живем на даче не покупать пользоваться тем что есть в огороде или какие-то заготовки делать но в этом году буду меньше сеять меньше сажать и меньше делать заготовок заготовки два года стоят прошлый год все стоит и в этом году заготовок полно поэтому но еще время есть конечно мы сейчас весной у нас проснется аппетит обычно к весне нужные витамины хочется есть что-то такое но не знаю посмотрим посмотрим что вырастет еще и что мы будем закрывать делать не знаю все все будем по ходу смотреть как распухаем от витаминов вот муж от витаминов пухнет ему нельзя никакие консервации огурцы и помидоры в общем соленая маринованная ничего нельзя у него сустав распухает то рука то нога то голова то еще одно место в общем вот вот какое-то место должно распухать иногда ну ладно вот еще у нас мы еще шутку им от нормально значит это хорошо жить будем так что-то я еще хотел сказать а вот да про баклажаны то есть не жду я пока до 13 числа можно будет сажать по лунному календарю а уже посеяла ждем всходов сейчас я вам покажу там есть у меня уже всходы так ирина владимир не я сказал еще мне девушка пишет что у нее аллергия чем лечите руки ой всем подряд лечу лечу всем подряд всеми кремами всеми мазями и гормональными выписывали ничего не помогает все временно пройдет а так как нужно готовить мыть убирать и все прочее опять всего по новой может быть даже если что ты съешь что высыпает снова вот сейчас последний раз купила хороший крем в чижике вот такой с оливковым увлажняющий с оливковым маслом сейчас поближе покажу вот недорогой большой такой тюбик не знаю сколько тут грамм нет 100 100 миллилитров написано 100 миллиграмм миллилитров вот такой вот и еще дочка мне заказала очки одену не вижу нифига вот монардо экстрат сто процентов вот такой вот с пипеткой какой-то на масле натуральный сто процентов экстрат так мелко что я даже в очках не вижу сейчас я попробую подсвет вот там поближе ну в общем не знаю лечит смягчает увлажняет вот такой вот ну помогает но опять все начинается надо в общем то ничего не делать но так как мы не можем ничего не делать поэтому поэтому так капусту мы квасим съедаем снова покупаем и снова квасим вот сейчас купила а я вам обещал сейчас покажу как у меня зашли перцы баклажаны сейчас покажу